Первое сообщение о пропавшем человеке поступило в начале 9 часов вечера. Местные жители сами начали организовывать поиски, но чуть позже к ним присоединились члены поисково-спасательного отряда «Мещера». Ночью группа совместных местных жителей, лесник и наши волонтеры нашли следы, которые явно принадлежали пропавшим мужчинам. У них была особенность, один из них использовал палочку для ходьбы, поэтому удалось определить, что да, здесь прошел человек с палочкой. И вот в этом направлении выдвинулся лесник и нашел их. Они прошли около 15 километров. Людей, которые принимают участие в поисках, к сожалению, немного. Римма Желтухова рассказала, что в последней операции принимало участие около 8 человек поисково-спасательного отряда. А лето – один из самых опасных сезонов, потому что часто теряются именно грибники. В этом лесу, например, за несколько дней заблудилось уже четверо. Двое грибников, женщина, которая, к счастью, сама нашла выход, и сейчас продолжаются поиски 69-летнего Алексея Николаевича Ершова. Хотя вот с грибниками, кстати, бывают случаи, когда они не откликаются. Они могут быть настолько напуганы и взволнованы, что они могут думать, что им кажется, что их зовут, или что зовут не их. Поэтому вот хотелось бы грибникам напомнить, что если вдруг вы заблудились, слышите людей, машины, вам нужно дать о себе знать. Пускай даже эти люди и звали не вас, но если они вас найдут, то это уже будет хорошо. Римма Желтухова напомнила основные правила перед тем, как отправиться в лес. Одно из самых главных – это оповестить родственников о том, куда и в какой лес отправляетесь. А зачастую бывает и так, что на том же автовокзале человеку вместо запланированного маршрута советуют другой, более подходящий для тихой охоты. И если вы все же решили сменить точку поисков, то об этом нужно также оповестить родственников. Также советуют надевать яркую одежду и брать с собой легкий перекус, несколько батончиков или шоколадку и бутылку воды, и полностью зарядить свой телефон. Если с вами в лес едут дети, то, пожалуйста, вот не надо и от них отвлекаться. Если вы в лесу с детьми, то вы не грибы собираете, не гуляете. Вы гуляете с детьми в первую очередь. Потому что вот самый распространенный способ потери ребенка в лесу – мама отвлеклась на грибную поляну, а ребенок отвлекся на пролетевшую бабочку. Все, они за несколько секунд разошлись по разные стороны какого-то там кустарника или дерева. Дальше мама подумала, что ребенок пошел в одну сторону, ребенок подумал, что мама пошла в другую. Все, потом это может быть многодневный поиск. Поможет и такой важный предмет, как свисток. Римма Желдухова рассказала, что за ночь поисков голос от криков уже садится. И поэтому лучше грибникам положить этот предмет в карман. С помощью этих простых правил поход за грибами не превратится в многочасовые поиски пропавших. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Телекомпания. Город.